Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я неоднократно показывал вам такой набор. Он очень актуален не только для зимней рыбалки, но и круглый год. Учитывая специфику изготовленных мушек, я вам покажу сейчас один из вариантов изготовления очередной зимней мушки. Давайте приступим! Итак, хочу предложить вашему вниманию очередную микромушку, которая работает хорошо как и зимой, так и круглый год. Величина, понятное дело, соизмерима со спичкой вам. Крючок я взял уже не 20-22, а 18 номер, так как у нас элементов здесь будет много. Как расположен вот так шарик, это у нас будем называть точка раздражителя. Тело будет располагаться до шарика. Давайте приступим, и я вам буду в процессе все рассказывать. Ставим крючок в удобное для себя положение. И теперь начинаем крепить элементы. Все элементы мы с вами будем крепить у загиба. На середине крючка закрепим нашу нить. И проматываем до начала загиба. Для надежности фиксации нити и наших элементов, добавим буквально небольшую капельку клея. В этой мушке должен быть небольшой хвостик. Из какого материала вы изготовите себе, это не столь принципиально. Главное, чтобы сами зачатки нашего хвостика выглядели достоверно. Я беру вот эту часть пера цесарки, который достаточно мягкий и в то же время уже имеет это перо необходимый для нас окрас. Длина хвостика должна равняться длине, вернее, самой ширине загиба или же полторы длины, посмотрите, от величины вашего пера. Крепим у начала загиба притяжной петлей и посмотрим, насколько подходит нам наша величина. Если что, можно будет подтянуть. Меня вполне устраивает. И чтобы не проматывать много раз, отрезаем остатки нашего пера в месте, где мы будем с вами крепить перо. Наш хвостик, сразу закрепим, вот я подготовил, вот такая получается у меня нить из распущенной тесьмы, которая продается у нас в галантерейных магазинах. Она флуоресцентная и чем-то напоминает материал Юнифлосс. Крепим материала столько, чтобы можно было потом равномерно его закрепить нам по длине всего цевья. Закрепили. И здесь же я беру вот такой кусочек тисненного люрекса. Вы можете использовать голографический люрекс. Можно использовать кристалл флэш. Любой материал, который обладает хорошей отражающей функцией. Закрепили. И теперь аккуратненько стараемся не создавать узлов, бугров. Движемся к середине приблизительно загиба. Вот дошли до этой точки, нам будет вполне достаточно. И возвращаясь назад, подравниваем тело и создаем уже небольшую конусность к точке крепления нашего шарика. Следим за тем, чтобы мы не заходили за то место, где у нас должен находиться шарик. Промотаем, обозначим уже более четко место крепления. Сделаем завершающий узел. И теперь на этом месте мы с вами будем до шарика изготавливать наше тело. Я поверну крючок в удобное для себя положение. Вы можете переставить. И естественно, я это сделаю без фильма. Начинаем буквально от самого загиба, разравнивая вот так нашу нить. Движемся к нашему шарику. И потом обратно формируя небольшую конусность нашего тела. Изготовили с вами тело вот такой формы. И теперь нам остается с вами обмотать наше тело люрексом. Для того, чтобы более симпатично смотрелось мое тело, я вначале добавлю пару капель лака. Совсем-совсем немножечко. И начинаю выполнять сегментацию нашим люрексом. Вначале, как обычно, я у загиба делаю один полный оборот. И потом, выбирая шаг, с которым мы будем двигаться, сегментировать наше тело, обматываем полностью наше тело. Теперь, если вот так, как у меня вышло, что недостаточно длины, чтобы выполнить узел, возьмите зажимчик, все, что вам необходимо. И подвесьте наш люрекс, чтобы он у нас никуда не убежал. Берем нашу нить. Стараемся сильно не наматывать, так как у нас здесь будет крепиться еще наш шарик. И перехватывая, вот так наш люрекс катушечкой, подхватываем и крепим. Буквально пару оборотов будет вполне достаточно. Пока ничего не отрезаем, сделаем здесь небольшой завершающий узел. Учитывая то, что нить у нас тонкая, мы здесь тело не увеличиваем. И теперь аккуратно-аккуратно удаляем все наши элементы. Самый теперь основной момент, это нам необходимо с вами от заразы удалить на свою голову. Пока крючок не переставляем, оставляем вот в таком положении. И берем наш лак и аккуратно стараемся не наносить большое количество нашего лака. Наносим тонким-тонким слоем на наше тело. Капнем немножечко в районе крепления нашего шарика, чтобы наш лак подтек и зафиксировал его в этом положении. Вот, друзья, такого количества нам с вами будет достаточно. Теперь подождем, пока это все у нас подсохнет. И продолжим дальше. Если вы это ставите на поток, пожалуйста, можно это делать заготовками. Тело наше подсохло. Я закрепил парочку перышек павлиньего пера. и мы с вами должны буквально не доходя один миллиметр выполнить грудку. Стараемся так, чтобы у нас витки были достаточно плотными, так как грудка должна быть у нас пышненькая. вот так, наверное, будет нам достаточно. Теперь мы берем, крепим наше перышко, остатки удаляем. Нам необходимо выполнить будет еще опушечку. Опушку можно выполнять практически из любого пера или, как я уже неоднократно изготавливал, можно изготавливать из меха-животных. Я подготовил вот такое перышко цесарки. Это у меня уже, оно так вышло по остаткам, поэтому специально я его не готовил. Можете подобрать перо куропатки. Для крепления подготовим перо и закрепим его, стараемся так, чтобы сильно не нагромождалась наша нить и наши материалы. Учитывая то, что нить у меня ровница, я ее слегка вот так подкручу на бобинодержателе, для того, чтобы мне легче было закрепить мое перышко. Закрепили перо. Сделаем парочку накидных или же один завершающий узел, так, чтобы мы обозначили место, куда уже наша перышко не должно залазить. Учитывая то, что у нас оно достаточно короткое, возьмем перо держатель и буквально парочку оборотов или может даже один смотрите по своему перу выполним опушку. вот как я вижу ни одного будет не совсем достаточно, поэтому выполним два оборота и закрепим наше перо. аккуратно уводим все бородки назад и здесь формируем небольшую незначительную такую головку. Головку тоже можно изготавливать как черным цветом, так и друзья мои можно спокойно брать ту же нитку, которой мы изготавливали тело и изготовить головку. Отрезаем остатки и делаем теперь головку. Мы капнули немножечко лака, еще конечно надо будет обрабатывать нашу головку и вот такая вот незатейливая мушка не только для зимней рыбалки готова. Благодарю вас за внимание до скорых встреч!